Всем привет! Эпопея с подключением электричества на участок у нас подошла к концу. Буквально пару недель назад нам сетевая организация повесила счетчик на столбе, и теперь у нас на участке есть свет. Сейчас продемонстрирую контрольной лампочкой. Лампочка горит. Заявку подавали мы на голый участок, это был год назад, в 2020 году, в сентябре месяц был. Сейчас у нас идет активное строительство, выполнена кладка стен, залит армопояс. С момента подачи заявлений прошло ровно год. В феврале месяце, после выдачи акта о готовности приборов учета, сетевой организации оставалось установить счетчик на столбе и выдать нам пульт, и мы бы спокойно могли пользоваться электроэнергией. Казалось, все легко, но на самом деле все это дело растянулось до середины сентября. У сетевой организации просто не было счетчиков в наличии, и поэтому пришлось ждать полгода, когда эти счетчики появятся. Хорошо, что у нас соседи попали с доброжелательной, и дали нам на тот момент, пока у нас не было электричества на нашем участке, дали нам пользоваться своим электричеством. У них трубостойка стоит во дворе, они также ведут активное строительство. За эти полгода ожидания мы сделали забор фасада, залили фундамент, сделали черновую стяжку, сделали кладку стен. То есть электричество мы пользовались не раз, и оно нужно при строительстве. Если бы не соседи, то пришлось бы заморачиваться, брать бензогенератор либо в аренду, либо покупать. Ну, дополнительные проблемы создавались бы. Пару недель назад нам этот счетчик установили, теперь остается ждать акта выполнения технических условий и также должны дать пульт от счетчика для снятия показаний за потребленную электроэнергию. Сейчас же электричеством можно спокойно пользоваться. Прошлое наше подключение. Здесь также с сетевой организацией приехали, повесили счетчик на столб. Участок у нас здесь не огорожен, стоит опора, на ней установлен щиток. Все то же самое. Также мы проводили сюда 220 вольт, 6 киловатт нагрузки, одну фазу. На этот участок выдали акт о выполнении технических условий. С этим актом мы уже обратились в энергозаптовую компанию для открытия лицевого счета, чтобы можно было за электроэнергию производить оплату. Один киловатт за все время нагорел с 2020 года, март месяц. Когда будем осваивать, то будет потребление электроэнергии. А пока вот так. Про каждый этап подключения я выкладывал видео. Но давайте поподробнее и сегодня немного уточним некоторые нюансы. Это будут комментарии, которые оставляли к видео. Начинается все с подачи заявлений. Если раньше нужно было посетить региональный офис энергетической компании и заполнить типовой бланк, сейчас же создан единый портал, на котором необходимо в электронном формате заполнить требуемые поля. Основные нюансы при заполнении заявлений – это вопрос, касаемый льготного подключения к электросетям, а именно подключения за 550 рублей. Если ваш дом или участок отвечает этим требованиям, а всего их 4, то вы без проблем подключитесь по льготному тарифу в 550 рублей. Первое требование – это электрическая мощность не превышает 15 кВт. Второе требование – это расстояние до ближайшей линии электропередачи не превышает 500 метров сельской местности и 300 метров городской. Третье требование – это заявитель, то есть вы не подключали в данном районе в предыдущие 3 года по ставке 550 рублей за 15 кВт. И четвертое требование – подключение проводится по третьей категории надежности. Если все эти требования выполняются, то вам удастся подключиться за 550 рублей. Вот ваши комментарии. Касаемо они в основном, что мощность мы указывали не 15 кВт, а всего лишь 6. Но в предыдущие 3 года у нас было подключение, соответственно стоимость подключения была бы не 550 рублей, а в разы выше – порядка 20-30 тысяч рублей. Поэтому мы и указывали 6 кВт или одну фазу. Также часто возникает вопрос о схеме участка, который нужно подключить к электросетям. Три варианта, где можно взять эту схему. На публичной кадастровой карте вбить кадастровый номер, сделать скриншот и на этом скриншоте схематично указать точку подключения. КОНЕЦ Второй вариант – это дубль ГИС. Если участок в городской черте, то тоже поставив метку на участке, сделать скриншот и получится схема участка. Третий вариант – это Яндекс или Гугл карты. Тоже как вариант можно использовать. Также делаем скриншот, ставим метку и через программу Paint я использовал. Сохраняем в формате JPEG. Получается схема участка. Внимательно заполнив все графы на портале, отправляете заявку, необходимо периодически посещать личный кабинет. Бывает, что заявку отклоняют по каким-то причинам. Эти причины указывают в одной из складки личного кабинета. Если все хорошо, то сетевая организация подготавливает технические условия и договор на технологическое присоединение. Оплачив договор, вы соглашаетесь с его условиями. А условия в основном таковы, что за 550 рублей льготного подключения сетевая организация вам установит счетчик на границе балансовой принадлежности и подключит СИП, который либо вы сами, либо с помощью специалистов на этот столб закрепите. В сетевой организации протягивать кабель до вашего объекта не будет. Ну, если только за дополнительную плату. Здесь есть нюанс лишь в том, что максимальное расстояние от границы участка до опоры не более 15 метров. Сумма подключения к электросистеме выйдет, ну, никак не 550 рублей. Здесь нужно считать и стоимость кабеля СИП, стоимость шкафчика, стоимость водного автомата и прочие расходы. Вот основные моменты, с которыми я хотел поделиться. В скором будущем мы будем подавать заявку еще на один участок. Посмотрим, что изменилось за год. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока. В личном мы кабель СИП покупали с лишком, для возможности в дальнейшем без разрывов целиком завести этот кабель СИП в дом.